Приветствую вас уважаемые дамы и господа, сегодня я вам расскажу уникальнейший способ фарма, который нетрудно повторить, причем чем больше у вас есть в персонаже, тем больше вы будете фармить. Я довел свой фарм уже до автоматизма, где мне по сути вообще ничего не нужно делать после 30 минуты. Я пробовал разные сборки, но каждый имел свои недостатки, и вот спустя часы фарма я вывел идеальную формулу и попутно расскажу вам в чем подводные камни. Итак, первым делом вам нужно прокачать все в магазине древа перков. Взять персонажа Пугналу, ее урон повышается с каждым уровнем на 1%, это лучший из всех персонажей что есть. Далее выбираем карту Капелла Магда, тут начинается вопрос сборки. Ваша задача первым делом найти кошек, это основа нашего билда, хорошая АОЕ зачистка, нужно иметь, но не качать, но об этом чуть позже. Топоры, самый высокий урон в игре, ну тут я думаю без комментариев. Лавр, нужен для превращения в красный саванн. Ланцет, нужен для заморозки. Пятое тут уже на ваш выбор, я играл с огненной палочкой, по желанию можете заменить на кресты, тоже хороший урон. Пассивки. На карте уже есть дубликатор, корона и тирогису, поэтому их мы не качаем. Первое, обязательно берем золотой слиток, дает крутые бонусы ко всему и главное на 9 левеле дает плюс 100 к проклятию. Второе, шпинат, плюс 50% к урону нам явно не помешает. Канделябр, для апгрейдов косы, также увеличивает радиус всех атак. Золотая маска, ну понятное дело мы же сюда деньги пришли фармить. Пустая книга, обязательно увеличивает скорость всех костов. Тут уже по сути, если вы неплохо вкачанный персонаж, берете клевер. Даст больше удачи, что повысит скорость появления факелов. Если не вкачанный, советую взять спеллбиндер на продолжительность, так как нужно морозить надолго. Итак, вы начали играть. Первые арканы, берете восьмую карту Безумный пас. Она каждые 2 минуты со всей карты притягивает вам все бонусы. Как только к вам притянет аккуратно, идите ровно вниз, подобрав только один крестик. Остальные 2 нам еще понадобятся, так как в дальнейшем будет выходить синяя смерть и вам нужно будет ее взорвать. Собираете уровень и начинайте ролить ровно до момента, пока не получите золотой слиток. Он самый сложный в появлении. Но так, чтобы у нас еще оставалось минимум 3 попытки реролла на будущее для замены арканы. Выбиваете все нужные активки и пассивки. У пассивов преимущество по взятию, так как вам нужно быстрее взять все 6. Чтобы после этого взять очень нужную корону на опыт и конечно же сразу ее вкачать в пятерку. Забираете все стрелочки, кольца, убиваете мини боссов, охраны 4 штуки и качаетесь дальше. По сути вы можете практически уже встать и только каждые 2 минуты вкачивать уровень, так как вам 8 карта будет постоянно собирать весь опыт с карты. Либо можете конечно же сразу передвигаться, чтобы собирать этот самый опыт, так вы будете убивать бобов намного больше, так как урон будет явно больше из-за количества опыта, а значит количества уровней. Теперь нюансы. Как только будут у вас свободные слоты, покупаете ланцет ровно до 6 уровня. Не 7, а 6. И после этого жмете кнопку исключения и убираете ланцет из пула. Далее скажу зачем. Кошки качаются до 8 левела, но самыми последними, учитывая что у вас есть золотая маска, то вы можете прокачать кошачий глаз. Но он вам не нужен до 22 минуты. Чтобы это сделать нужно вкачать все апгрейды и только потом подбирать сундук. Поэтому сначала их не подбирайте, сколько бы их вокруг вас не стоял, но на 22 минуте вы берете конечно же сундук. По сути вы конечно можете и до 30 минуты сундуки не брать, но во всяком случае с 22 минуты вы в принципе можете проапгрейдить кошачий глаз и получить как раз таки аркану. Проблема в том, что если вы прокачаете глаз, то вы лишитесь львиного количества опыта, так как глаз перерабатывает опыт в монетке. А нам нужен опыт. Много опыта. До 11 минуты вы получите снова выбор арканы, выбираете 16 карту порез, самая лучшая аркана вместе с косами. Наносит тонны критического урона. На 21 минуте вам нужно взять 15 карту золотая дискотека, кошачий глаз и вот на этом моменте по сути начинается ваш фарм. В течении всего времени косы разлетаются и уничтожают факелы по всей карте за пределами вашей видимости. Каждые 2 минуты к вам притягиваются все плюшки. Проблема только одна, это часы заморозки. Из-за них у вас будет просто заканчиваться золотая лихорадка. Но ничего, новое будет через 2 минуты. Либо кошки вам притащат мешочек золота и лихорадка активируется вновь. До 30 минуты у вас должен быть полный затар и непрокачанный ланцет, чтобы не получить кольцо бесконечного коридора. Нам нельзя убивать смерть, убьем смерть, фарм закончится. Но по моим примерным подсчетам, если у вас не будет кольца, то это будет еще очень не скоро. 30 минута вам нужно встать на красные дорожки между колонн. Именно тут спауниться большая часть факелов поближе к вам, но вам их видеть нельзя. Появляется первая смерть и начинают спауниться бесконечное число мини смертей. Вас они пробить не смогут по двум причинам. Первое. Красный саван наносит тонны ответного урона и защищает вас. Второе. Золотая лихорадка отхиливает вас бесконечно, пока есть золото. Третье. Некоторые будут в заморозке, так же как и смерть. Сколько бы смертей не было, они вас тупо не сольют. Если все же слились, то конечно же возрождаетесь. Примерно после каждого начала золотой лихорадки, вы будете получать примерно 30-50 тысяч золота. Мобов бесконечно, как и фарм. Итак, хотел бы и уточнить еще один момент. Почему, если есть корона, то не надо брать пентаграмму? Выбор, конечно, хороший и поначалу даже более приоритетный, чем огненная палочка. Чтобы получать, конечно же, больше опыта. Но. Большое но. Когда вы проапгрейдите в полную луну пентаграмму, она будет вам давать немного опыта, часть которых, конечно, съест глаз кошки. Но все равно, вы будете потихоньку, потихоньку получать уровень. И мне было очень неприятно, когда я сначала час ждал, чтобы докапал уровень. А на следующий день я понял, что я пофармил всего час за всю ночь. И потом просто показал, какую награду вы хотите получить. И по итогу я и начал искать другой вариант. Конечно, вы можете сделать так же, но вам нужно сделать какой-нибудь макрос, который там каждые, например, 10 или 5 минут нажимает, например, кнопку пробел. И после этого вам не нужно по этому поводу париться. И тогда вы можете брать спокойно и пентаграмму. Итог моего фарма. За 600 минут я получил 11 миллионов золота. За 120 минут я получил почти 2 миллиона. Опять же, АФК фарм могу стоять, пока просто смерть не умрет. А на моем уровне это почти 1 миллиард хп у одной смерти. Конечно же, свои предложения вы можете писать в комментариях, как можно было бы улучшить этот фарм. Так как вышло уже новое обновление. Ну, точнее, вышло оно для тестеров. Во всяком случае, там добавили 2 новые арканы. Но они нам в этом случае никаким образом не помогут. Но новый персонаж, про которого я расскажу, вот как раз таки в следующем видео, возможно, и перебьет пугналу по фарму. Но это уже надо тестировать. А на этом все. С вами был я, Алексей, и команда Юнио Продакшн. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, и, конечно же, писать ваши комментарии. Всем удачи, пока, до новых встреч.